Кто ты такой? После трудового дня всегда хочется расслабиться, посмотреть кино, почитать книгу, даже просто послушать музыку или подкаст. Наушники и любимый плейлист всегда спасали от одиночества, хандры и начинающей депрессии. Отпахав смену на заводе, я поспешил домой, чтобы поесть и немного отдохнуть. В холодильнике пусто. Удивительно. Нужно вновь заказать что-то. Не люблю готовить, да и не умею. А пока доставка едет, можно посмотреть что-нибудь интересное на ютубе. Проще сказать, чем сделать. Еду-то я заказал, но вот с просмотром сложнее. В подписках ничего нового, а в рекомендациях полный шлак. Именно тогда я наткнулся на подкасты. Люди рассказывали интересные истории из жизни, научные факты и всё в таком духе. Я переключался из одного подкаста в другой, пока не нашёл этот канал под названием «Страшные истории» с вопросительным знаком посередине. Автор будто спрашивает, страшные они или нет. В дверь постучали. Это наверняка была доставка. Как обычно, я забрал заказ, но доставщик обронил фразу. Хорошо, что я уже тут был, иначе бы не нашёл вашу квартиру. Приятного аппетита. Странно, я ведь никогда не пользовался именно этой доставкой. Но не придав значения этому, я распаковал свой ужин и стал слушать. Не особо люблю страшные истории, в моём возрасте жизнь становится куда хуже любой крипипасты. А вот в детстве с друзьями я часто сидел у костра, и мы рассказывали о всевозможных призраках и монстрах. После этого шли по тёмному подъезду домой. Вот было время. У меня даже была большая коллекция ужастиков. Такая серия книг, написанная неким R.L. Стайном. Без понятия, кто это, но имя автора я запомнил хорошо, так как оно красовалось прямо над надписью «Ужастики». А теперь я вновь уже не читаю, а слушаю страшные истории. Прогресс налицо. Одна история за другой, не думал, что мне понравится, но я прям подсел. Только потом я стал замечать, что подкастер будто берёт истории из жизни, переделывает её, добавляя немного мистики, а потом выкладывает всё в интернет. Главное, что меня удивило, истории уж очень похожи на фрагменты из моей жизни. Если убрать какие-то моменты мистического характера, то это в общем будет очень похоже. Тогда-то мне стало по-настоящему жутко. Будто автор канала следил за мной на протяжении всей жизни, а потом решил устроить из всего этого некое шоу. У автора канала был телеграмм с аналогичным названием. Сам я телеграммом не пользовался, но скачал, чтобы связаться с автором. А это оказалось, ой как непросто. Он писал в чате и общался с подписчиками, но делал это анонимно. Подписчики то и дело называли его то Антоном, то просто автором, а у одного вообще возникла мысль, что это искусственный интеллект. В описании канала была ссылка на его профиль, но это был фейковый аккаунт. Я конечно отправил ему сообщение, чтобы он связался со мной, но он его игнорировал. Не теряя времени даром, я изучил все его сообщения и истории, но почти всё рассказанное им прямо или косвенно касалось меня. А какую-либо информацию о нём мне найти не удалось. В интернете была только информация, что подкаст «Страшные истории» есть на Spotify, на Яндексе, в Гугле, на Ютубе и на других площадках. Но все ссылки возвращали меня в Телеграм. Это значило, что отсюда он начал. И это всё, что мне удалось нарыть. Но на следующий день он мне ответил, весьма угрожающе. «Оставь попытки найти меня, ты не сможешь это сделать. А если продолжишь искать, то я сам за себя не ручаюсь. Я знаю, где ты живёшь. Я знаю, где ты работаешь. Я знаю, кто ты на самом деле. Так что не рыпайся, и всё будет хорошо. Ты меня. Понял?» Сердце заколотило так, что дыхание спёрло. Я был в шоке. Не знал, что делать. Кто-то знает обо мне всё, а я не знаю ничего об этой личности. Мне стало страшно. Почему это произошло? Кто же этот таинственный автор? Вопросов было больше, чем ответов. Я знаю лишь то, что он наблюдает за мной. И это действительно страшная история. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok